В минувшую среду в совхозе имени Ленина отметили 25-летие Развилковской детской школы искусств. Вечер проходил в дружеской обстановке, ведь здесь собрались все те, кто так или иначе причастен к становлению ДШИ, а также ее воспитанники и их родители. Кстати, именно ученики подготовили концертную программу, в которую пор сделали на музыкальные номера. Не обошлось и без награждения. Работники, которые лучше всех проявили себя, были отмечены грамотами и подарками. Подробности в репортаже Юлии Погосян. А началось все с вечерней музыкальной школы, в которую долгие годы ходили дети с Развилки. И только в 1989 году она была преобразована в детскую школу искусств. Упорным трудом и высоким профессионализмом преподавателей, работающих здесь, удалось вывести учебное заведение на достойный уровень. Сейчас здесь обучается более 140 учащихся на трех отделениях – музыкальное, хореографическое и изобразительное искусство. Вот это как раз тот самый пример, когда школа начинала в подвале, понимаете. И сегодня мы видим, что да, мы прошли непростой путь, но доказали, что это дело нужно, что людям это нужно. Кто-то скажет, что четверть века – это еще совсем юный возраст, но не в том случае, когда дело касается образовательного учреждения. За долгие годы работники ДШИ успели стать друг для друга одной большой семьей. Многие преподаватели трудятся здесь на протяжении всего этого времени, а одна из награжденных учителей и вовсе посвятила школе полжизни. Мое твердое убеждение, что ни одному ребенку музыка, музыкальная школа плохо не сделает, хотя это, конечно, труд, безусловно. И дети иногда занимаются с трудом, и неохота, и лучше пойти погулять, и на улице побродить. Но тем не менее, когда дети вырастают, выясняется, что музыка дает очень-очень много. Сестры Лена и Вика – ученицы Елены Любомировой. Они выбрали для себя музыкальное отделение по классу фортепиано. Девочки обучаются в ДШИ всего три месяца и уже показывают хорошие результаты. Их мама очень довольна. Я вообще замечательно отношусь к музыке. И то, что девочки уже умеют через три месяца играть в две руки на фортепиано, я считаю, это очень большой прогресс. Поздравляю школу. Там очень хорошие учителя и очень много детей. Место проведения мероприятия было выбрано не случайно. Детская школа искусств сельского поселения Совхоз имени Ленина является одним из филиалов Развилковской ДШИ, а всего их три. И во всех филиалах работают высоко квалифицированные специалисты, которым есть чему научить деток. Детская школа искусств, она нацелена на то, чтобы выявлять детские таланты, выявлять детский творческий потенциал. То, чем занимаются педагоги не только в этой школе, но и во всех школах нашего района. А в 2015 году Развилковскую детскую школу искусств ожидает долгожданный подарок. Начнется строительство нового здания ДШИ на 250 мест. И в следующий день рождения ученики и преподаватели будут отмечать в новом доме. Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.